Он обещал построить 10-этажный дом на 260 квартир. Цена ниже рыночной стоимости, экологичность строительных материалов, теплое жилье, хорошая звукоизоляция. На эту приманку стройтактики поймали 73 человека и два юридических лица. С 2013 по 2015 годы директор компании Валентин Павлов похитил более 145 миллионов рублей. Мужчина получил необходимую документацию для строительства и выполнил ряд строительных работ под видом осуществления законной предпринимательской деятельности. Безвозмездно получая денежные средства граждан, директор общества заведомо не намеревался в дальнейшем исполнять взятые на себя обязательства. Затем Павлов скрылся за пределы региона и длительное время находился в розыске. На что рассчитывал миллионер, непонятно. В январе прошлого года его задержали в Магнитогорске. А компенсация? Какая компенсация? У него ничего нет, и он, естественно, ничего не даст. Ну, будем надеяться, что нас государство поддержит. Все-таки мы обманутые дольщики. 63 тома. Именно столько составило уголовное дело. На заключительное заседание адвокат Павлова не пришел. Сам горе-застройщик с обвинением не согласен. Говорит, что не совершал хищение. Но вердикт суда однозначен. Виновен. Валентин, вы согласны с решением суда? Да, на беспредельщик. Судья назначил наказание Валентину Павлову в виде лишения свободы сроком на 7 лет и 6 месяцев исправительной колонии общего режима. Впрочем, уже два года из них Валентин Калистратович отбыл в СИЗО. Ирина Корчагина, Андрей Печеркин. Наши новости.